Какие акции на российском рынке не стоит сейчас покупать, а лучше даже продать? В этом видео мы расскажем о 10 худших российских акциях, которые точно не стоит инвестировать прямо сейчас. Поэтому, если вы не хотите увидеть минуса в своем портфеле, то проверьте их на наличие акции из этого топа. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции Cashflow, ваш денежный поток. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк авансом. Обязательно приходите к нам в Телеграм, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи и разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. Итак, почти все российские компании опубликовали отчетность за второй квартал и первое полугодие 2023 года. По итогам сезона отчетов наш топ компаний, который не стоит покупать прямо сейчас. Первая компания в нашем топе – Куйбышев Азот. Возможно, вы встречали ее на просторах телеграм-каналов, которые активно продвигают эту идею. Но это не более чем спекуляции. Результаты отчетности производителя удобрения оказались весьма слабыми. На фоне глобального снижения цен на удобрение даже девальвация рубля не сильно помогла. Тем более российский рынок является для компании основным, и поставки на внутренний рынок идут в российских рублях, а они локально снизились. Равно как и поставки в Европу, а вот поставки в Азию показали обнадеживающий рост. Выручка снизилась на 29% в год-году. В сегменте бизнеса по производству аммиака снижение выручки составило 37% к показателю год назад. Рентабельность по операционной прибыли снизилась с 40% до 25%. Это продиктовано высокими значениями себестоимости продаж, а также ростом расходов на производство и логистику. Чистая прибыль снизилась на 63% относительно успешного первого полугодия 2022 года. Слабая финансовая отчетность была предсказуемой из-за снижения цен на удобрение и просадки поставок на ключевой внутренний рынок. Комбинация негативных факторов напрямую сказалась на значительном снижении финансовых показателей. А вот на фоне запуска нового производственного комплекса компании в котировках акций зафиксирован очевидный разгон. В данный момент инвестиции в компанию очень рискованы по фундаментальным и по торговым причинам. Продолжим тему производителей удобрений. Фосагра, лидер рынка, также страдает от снижения цен на продукцию, но здесь, хоть у компании есть крепкий фундаментал, в отличие от куйбышев азота. Снижение выручки на 36,8% у Фосагра связано со снижением мировых цен на удобрение. При этом компания эффективно работает над себестоимостью производства удобрений и увеличением продаж высокомаржинальных продуктов. Свободный денежный поток все же вырос на 47,1% год к году. А вот скорректированная чистая прибыль за отчетные периоды значительно снизилась относительно 2022 года. Фосагра нарастила производство минеральных удобрений и прочей продукции на 4,3% год к году, до 5,6 миллионов тонн, но в условиях снижения цен это пока мало значит для финансовых итогов. Финансовые результаты за отчетный период у Фосагра слабые, но это логично на фоне падения цен на удобрения на глобальных рынках. Ослабление рубля должно помочь финансам компании в третьем квартале. В данный момент инвестиции в Фосагра – это инвестиции на перспективу, ставка на рост производства и рост стоимости удобрений в будущем. Но при этом затяжной период низких цен будет давить на финансовые показатели и котировки. Завершаем тему производителей удобрений. Компания Акрон. Выручка за квартал снизилась на 29% год к году. Снижение глобальных цен на удобрения, как и у конкурентов, больно ударило по выручке компании. Прибыль за квартал снизилась год к году, внимание, на 92%. Снижение прибыли носит, скорее всего, разовый характер, но сама цифра снижения впечатляет. В сухом остатке констатируем значительное снижение показателей относительно второго квартала и первого полугодия 2022 года год к году. Отчет слабый. Компания пытается держать лицо и увеличивает выработку удобрений, но это пока мало помогает из-за трендового снижения цен. В третьем квартале на финансовую отчетность может положительно повлиять слабый рубль, но его вклад в общие итоги не будет носить решающего значения. Не забудем и про вступление в силу новых экспортных пошлин с 1 сентября, которые будут применяться к отдельным типам удобрений и потенциально могут снизить и без того пострадавшие финансовые показатели компаний-сектора. Газпром. Как мы уже не раз сообщали, по итогам официальной встречи президентов России и Турции, Газпром передал турецкой газовой компании Ботас дорожную карту по реализации проекта газового хаба в Турции, в которой есть моменты законодательных согласований, схема осуществления торгов и передачи приобретенного газа. Это большой шаг вперед, значит, концептуально все договоренности достигнуты, и вопрос остается в реализации проекта. Это про перспективу, а что сейчас? Выручка от продаж во втором квартале снизилась на 29% год-году. Снижение выручки по итогам полугодия более 40% по сравнению с показателем год назад. Компания Газпром отразила в отчете убыток за второй квартал в размере 7,2 млрд рублей. Годом ранее была прибыль 1,060 млрд рублей. Прибыль за полугодие драматически упала почти в 8 раз до 331 млрд рублей. Существенное влияние на итоговые цифры оказала курсовая переоценка, которая составила более 550 млрд рублей из-за ослабления рубля. Скорректированный чистый долг достиг почти 5 трлн рублей из-за валютной переоценки. Несмотря на то, что часть объема поставок трубопроводного газа была перенаправлена из Европы в азиатский регион, цифры отчетности слабые. В Газпром нельзя инвестировать, в него можно только верить. А если серьезно, ждем роста цен на газ и улучшения финансовых показателей во второй половине 2023 года. Но риски, очевидно, повышенные. Друзья, чтобы не покупать акции откровенно слабых компаний и не ждать прибыль годами, приходите к нам в канал Сигналами. Там мы продолжаем успешно торговать, и только на этой неделе мы заработали на акциях Юнипро плюс 18% прибыли, Мосэнерго плюс 17%, а Банк Санкт-Петербург принес нам плюс 4% за 30 минут. Проверьте сами, мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наш канал и зарабатывайте вместе с нами абсолютно бесплатно. Ссылку на канал Сигналами оставим в описании. Далее Аэрофлот. Выручка за полугодие выросла на 39,7% год к году. Рост выручки обусловлен увеличением трафика. Чистый убыток – 102 миллиарда рублей. Годом ранее была зафиксирована чистая прибыль 73 миллиарда 740 миллионов рублей. На итоговый показатель отрицательно повлияла переоценка долга из-за снижения курса рубля. Скорректированный чистый убыток сократился с 27 миллиардов 190 миллионов рублей в первом полугодии прошлого года и составил 20 миллиардов 80 миллионов рублей в текущем году. Чистый долг вырос с начала года на 6,9% и составил 538 миллиардов 200 миллионов рублей. Несмотря на стабильную ситуацию с котировками, акции компании не выглядят привлекательными для инвестиций. Тотальный убыток для акционеров даже несмотря на рост выручки с разбавлением акций и закрыванием дыр государством. Кстати, друзья, если вам такой формат обзоров нравится, то давайте вместе с вами наберем рекордные 3000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. Непонятная ситуация сложилась в отчетах некоторых застройщиков, например, застройщик и девелопер ЛСР. Рост выручки за первые полугодия составил 14,4% год-году. Валовая прибыль осталась на уровне прошлого года, а прибыль за полугодие снизилась сразу на 73% относительно показателя за первые полугодия 2022 года из-за разовых бухгалтерских операций. При этом свободный денежный поток по итогам полугодия составил 11 миллиардов 790 миллионов рублей. Отчет нейтральный, но странный и уверенный рост выручки, но значительная просадка по прибыли, хотя и носящая разовый характер. Компания воздержалась от разъяснений финансового отчета и прогнозов на будущее, что делает ее планы и перспективы более туманными для инвесторов. После выплаты неожиданных крупных дивидендов состояние компании сложно определить, особенно это заметно на фоне куда более прозрачных и стабильных конкурентов. Похожая странная ситуация и у другого застройщика компании Эталон. Выручка за полугодие осталась на уровне прошлого года. Валовая прибыль 11 миллиардов рублей. Валовая маржа превышает 30%, это хорошие цифры. Компания повышает эффективность и маржинальность бизнеса за счет стандартизации продукции, при этом в отчете убыток за период в 2 миллиарда 120 миллионов рублей. Необходимо последить за этим показателем в динамике, так как не совсем понятно из отчета, чем вызван убыток. Менеджмент отмечает, что компания Эталон продолжает планомерно реализовывать стратегию, направленную на расширение присутствия на региональных рынках, на которых наблюдается устойчивый рост продаж. Компания позитивно смотрит на свои прогнозы и цели на этот и следующий календарный год. Несмотря на позитив менеджмента, результаты у компании весьма сдержанные. С одной стороны стабильная выручка с высокой валовой маржинальностью, с другой стороны зафиксирован чистый убыток. При этом компания отмечает расширение присутствия в регионах и устойчивый спрос, что должно дать ощутимый эффект в финансовых показателях в будущих отчетных периодах. Но будут ли реализованы эти ожидания? Вопрос. Лесопромышленный холдинг Сегежа. Снижение выручки за квартал на 23,8% год-году. Цифра снижения могла быть еще больше, но ослабление рубля частично помогло. Доля экспортной выручки компании 57%. Выручка за полугодие снизилась на 31%. Чистый убыток за квартал составил 3,8 млрд. рублей. Год назад чистая прибыль была 19,9 млрд. рублей. Даже несмотря на усилия компании по сдерживанию роста себестоимости и сокращению затрат. За второе полугодие 2023 года чистый убыток составил 7,6 млрд. рублей. Чистый долг компании вырос до 114 млрд. рублей. Итоги Сегежа предсказуемо остаются под давлением. Цены на продукцию Сегежа продолжают снижение, а переориентация на новые рынки сбыта проходит непросто, учитывая увеличение логистических затрат. Ослабление рубля не сильно помогло экспортеру. Пока цены на продукцию не развернутся, ожидать положительных итогов от компании не стоит. Алроса. Страны Большой Семерки и Евросоюз не успокаиваются и хотят полностью запретить импорт российских алмазов, начиная с января 2024 года. Новые санкции подразумевают, что под запрет попадут все российские бриллианты, даже те, которые прошли огранку в других странах. От себя заметим, вообще непонятно, как будет функционировать этот режим ограничений и контроля за их соблюдением. А тем временем подтверждается кризис в отрасли. Продажи алмазов бельгийского гиганта De Beers снизились на 42% год к году. Об этом заявила сама компания. Общемировая экономическая ситуация, ожидание глобальной рецессии, низкий спрос на ключевых рынках – все это негатив для компании и рынка в целом. По данным компании De Beers, можно проследить негативные тенденции на рынке, которые касаются как снижения продаж, так и экспорта бриллиантов из Индии после их огранки. Совокупность факторов пока против компании Allrosa. Спрос может оставаться под давлением, а ограничения накладывают определенные риски на поставки, что может повлечь негативное влияние на финансовые показатели в будущем. Спасением может выступить лишь ослабление рубля. Что касается прошлых отчетных периодов, чистая прибыль за второй квартал снизилась на 25% в год к году. За первое полугодие чистая прибыль снизилась на 35% в год к году. Продолжает тонуть компания M-Video, ритейлер бытовой техники и электроники. Выручка за полугодие минус 18% в год к году. Чистый убыток – 4,6 млрд рублей. Не помог рост товара оборота за квартал на 26,4%. Чистый долг компании составил 83,4 млрд рублей. Увеличение чистого долга обусловлено ростом доли импорта до 30% и ростом закупок. Слабый отчет вызван снижением продаж относительно высокой базы прошлого года на фоне всплеска спроса на технику и электронику со стороны потребителей. У компании M-Video значительные затраты, которые давят на общий финансовый итог, и это при том, что компания рапортирует об их сокращении. Нормализация выручки более чем возможна, чего нельзя сказать о чистой прибыли. Менеджмент старается быть позитивным, но стоит признать очевидный факт. В эпоху спроса онлайн-покупок, даже несмотря на рост продаж в электронных каналах сбыта, бизнес-модель M-Video с розничной сетью и значительными вложениями выглядит устаревшей. Ну а какие акции стоит сейчас покупать, вы можете узнать из нашего телеграм-канала. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал.